Девушки отдыхают В первом тайме против Солнца можно было пару ударов, кроме гола, сделать? Мы вообще хотели много ударов нанести Шахтеру. Так с 15-18 было бы тогда полегче. Не так просто им нанести. Вы очень эмоционально реагировали в конце матча на некоторые решения арбитров. Вы знаете, хорошо, когда что-то говорится раз, но конкретно. А если это все размывать и каждый раз мы будем это все говорить, мусолить, я бы не хотел. Черновец был готов психологически повести в счете в начале поединка? Потому что, как показалось с трибуны, промежутки между 1-1 и 1-1, игра была, мягко сказать. Так как все вышло, то я должен, скажем, отвечать на ваш вопрос и сказать, что нет, не готов. Потому что так выглядело, что мы не готовы, что мы сами этого испугались. И забыли за все, за все, тактику, за организацию игры в обороне, все. Мы просто решили кучей от обороняться. То есть, как бы удерживать вот этот счет или что. Это, конечно, наверное, еще от такой, наверное, недостаточной уверенности в себе. И это нам послужило, ну, стало для нас большой проблемой. Потому что у нас разрушилась вообще организация. Просто мы были разорганизованы при игре в обороне. А от этого игра складывается не только с обороной. Есть фаза игры, где есть оборона, потом переключение обороны в атаку. И если ты неправильно действуешь в обороне, то просто нереально перейти в атаку. А еще с таким сильным соперником, как Шахтер. Так что это, конечно же, наш большой минус. И это причина того, что мы пропустили этот гол. И там сразу возникло целый ряд моментов. Это, конечно, наверное, придет с какими-то победами. Вот победы будут. И команда будет верить, что да, все, это нам под силу. Нам, мы можем. Хотя я думаю, что сегодняшняя ничья, она нам должна придать уверенности. Должна. И нам это очень нужно. И нам она поможет в том, что мы делаем. Мы знаем, что мы на правильном пути. Но нам нужен результат. Потому что всегда нужно, что бы не делать, что бы красиво не делать. Все равно это нужно конкретным результатом подтверждать. С другой стороны, редкая какая-то команда, так на скидку из украинского уровня, я имею в виду, пропускает Шахтера гол незадолго до финального свистка. Как бы идет вперед и сравнивает счет. Тут где-то в одной плоскости вот эти все плюсы и минусы. Если минус был то, что мы испугались, то, наверное, плюсом стало то, что мы как бы подумали, может быть, что уже нам терять нечего. Все равно 2-1. Все равно остается там каких-то 8-10 минут. И, наверное, какая-то раскрепощенность была. Потому что в этот момент мы начали контролировать мяч. Какие-то кусочки маленькие временные. Но это было. А при счете, когда мы проиграли, получалось, что мы как бы наотмашь. И только лишь бы не пропустить ничего не надо. Вот с какой-то такой опаской. Ну, наверное, надо немножко нам времени это поправиться. Но главное победы, чтобы были. Осталось буквально пару дней до закрытия трансферного окна. И интересно было бы болельщикам узнать, успеет еще, планирует кого-то приобрести. И тут уже добавление, что Бурдужану опять-таки тяжеловато, по-моему, было сегодня. И тут уже, если честно, напрашиваться по Каськову вопрос. Ну, как бы немножечко... Не, ну тут по Каськову не может никакой напрашиваться вопрос. Потому что сегодня на поле вышли все равно те футболисты, которые были наиболее готовы играть сегодня. Так что Каськова я бы не стал казнить. Конечно, мы понимаем, что это молодой человек. Мы, наверное, забываем, что он 91-го года рождения. И он не играл полтора года практически на этом уровне. Ему непросто. Все навалилось. И от игры к игре ему играть тяжеловато. Сегодня это было понятно, потому что даже по первому тайму было видно, что так где-то он не справляется. Но это не проблема. Я все равно верю, что он станет лучше и приобретет какую-то уверенность и какую-то стабильность. И будет все в порядке. Что касается всех трансферных вопросов, то мы тот раз с вами договаривались, что есть 31 августа... Уже 29 августа. Да, ничего. Вы знаете, что что бы мы ни делали, это вам скажет любой специалист. Все равно все вопросы 31 августа, причем всем мало времени, что там до 6 вечера или до 12 вечера, все решается в последние минуты. Ну не все, но много вопросов. Но мы же не сидим. Мы вам сказали, что мы работаем, лишь мы не можем вам сегодня сказать о каких-то конкретных шагах. Но я думаю, что в ближайшее время вы услышите. Наш сайт сразу дает, как только мы подписываем кадр. А все хочешь? Ну мы надеемся очень на это. Мы очень надеемся и верим, что все у нас получится. Вы говорили на установке своим футболистам, что в шахтуре такие же люди с мя ногами и так далее играют? Ну вы знаете, я так вот от этих стереотипов, это такой немножко стереотип, и я не совсем согласен, что это те же люди. Потому что, понимаете, футболист, который стоит 15-20 миллионов, что это за футболист, как вы думаете? Это футболист, который вот так вот через сито вытряхивали, вытряхивали кучу, все падали, 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 а он вот тут пришел. Он почему-то не вовсе отсеялись. Вот этот стоит 20 миллионов. А в шахтере есть таких несколько футболистов. Так что мы должны понимать, что и не будем себя то, что мы там такие же люди, все. Нет, мы ниже рангов. Мы ниже, может быть, классом. Но у нас этот класс, это мастерство, индивидуальное мастерство и все такое, есть все-таки какие-то противоядия или какие-то способы, которые при каком-то единичных случаях этого, ну можно добиться результата, как сегодня, ничьей или где-то выиграть. Но если брать 30 игр, то понятно, что это сказывается однозначно. Класс есть класс. Продолжение следует... Пусть у нас была большая нагрессивная игра, очень хорошо подготовленная игра, очень агрессивная игра, очень нагрессивная игра, и у нас сегодня у нас были бортужан, который был в условиях, и у нас был бортужаном, который решил высшую сходу. И мы потеряли и расслабили, у нас был в порядке, Мы были уверены. И у нас было уверено, что у нас не было определенных проблем. И у нас была проблема. И у нас было ошибка в начале игры. Героя национальной сборной, я уверен, что в начале игры и национальной сборной, оптимов, потому что противника у нас были такие сложные. А у нас очень разнообразованы с главной страницы. Мы работали очень много. Мы не было боясь. И я надеюсь, что это было так холодно, чтобы играть в футбол более быстрее. И это не произошло. Я помогал команды очень быстрее играть, чем мы показали. На второй раз... И, конечно, как у нас произошло, это было нормально, чтобы мы получаем гол. После того, как у нас нет внимания, мы получаем вторую игру. Мы не хотим, чтобы мы получаем гол. Мы решили, что все просто решили. Но из нашей внимания, мы позволили Брудужану принять мяч, вернуться на претель. Это был большой ошибок, который, в общем-то, должен идти к нему. Он играл на дистанте, чтобы его оплачать. И, конечно, не обманывал. Это был очень бесплатный, но, конечно, это было не очень благодарен, но, как результат, я не очень благодарен. Но больше всего, я благодарен о чём, я благодарен ему, что он нашел, что он из наших игрок не представляет. Мы понимаем, что футбол… Украинский футбол для гравитации, Это очень красивый футбол, у нас очень хорошие движения, не только техники. Я надеюсь, что это будет уроком для нас, для наших игроков. Начнем с Горакицкий, Тещера, Дуглас, и так далее. Я надеюсь, что это будет уроком для нас. Прошу вопрос. Вы собираете решение в Швейцарии? Там есть какие-то проблемы, которые они не смогут оставить? Они просто приятны на повод, там, по-ручу, с моими коллегами. Я не знаю. Как вы ответите, что вы ответите на это? Да, это дело. Я думаю, что это было 8 лет. Ну, а не связано, но за этим, не знаю, это было 4 лет назад. Это техники, а США не было затраты. Мы не могли забыть за свои проблемы, со всеми с юрами. Да, это также. У ФСМА только для Европы, а уфа, как в СУЕФ, где были проблемы технике, что это не связаны с игроками, которые мы связаны с игроком. Поэтому мы будем высказывать свои мнения. Футбол будет более успешным, более быстрым. Все делается для того, чтобы футбол стал гораздо быстрее, качественнее. После 4-2-1 был момент, когда Мхитариан из него выходили два в одного и не реализовали момента. Греб, мара греша для Мхитариану. Махитариану. Потому что, в общем, аппаратуро се ратрадея, ни макар не хотела, 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 не хотела. Понимаете, это не в season 1-3 год назад. В последнее время он пытался, не пытался себя пронцать, не хотела, не хотела, не хотела. В последнее время эти парними, в отношении слова, Mhитариану, мастер-дол, мастер-daев, в ситуации этой такой, на гол, надо быть более эгоист. Он могла с ней пронцать, ей было прийти с себя, отмечать, и нужно было заставить тебе. Он хотел сделать это, что понимает о чем с Джасом. Вот как у Иллität, когда он могла с ней пронцать. и отдал Селезневу. Если вы видели гол или что-то не задумывали, друг другу передавали Джадсон Селезнева, наверное, так и он хотел вывести Селезнева. Многие разы, алтруизм является импотрием результатов. Алтруизм порой влияет на результаты и сегодня. Отрицательно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, должен ли стадион строящийся в Одессе, Черноморце, носить название имени Прогопенко? Я не могу сказать, что я не могу сказать. Потому что я не знаю, когда Прогопенко был здесь, что он сделал, что он сделал, органы, спорты, я уверен. Если у вас будет гордость, то, конечно, это происходит. Если у вас будет желание большого болельщиков в футболе, то, наверное, тоже должно быть. Я не знаю историю Черноморца. Конечно, я могу сказать, что я могу сказать, что я, наверное, был очень хорошим. Я могу сказать, что он, который был знаком, и у меня очень хорошая отношения, я могу сказать, что он был называемым Прогопенко. Я называю «Стадион Лиме» Прогопенко. Хорошо, спасибо. Спасибо за просмотр!